К сожалению, нужно начать с главного. То есть, первое, нужно признать, что те достижения, которые привели к высокому уровню общественного благосостояния, когда после 2012 года, после, назовем, постановления 2008 года кризиса, они были связаны с развитием именно частного сектора и тех добрых отношений, которые были построены с нашим основным партнером, с Европейским. То есть, почти до полутриллиона довели обороты. Конечно, меня смущает то, что как быстро мы смогли отказаться от всего, что было достигнуто в 90-е годы. Это же какие были страдания, холодной войны, разногласия, их преодолели люди. Потом мы отказались от всего, что мы достигли в 2000-е годы. Сейчас спокойно наблюдаем и ждем победы. Победы чего? Победы кого-то. Это, конечно, колоссальная ошибка. Я был удивлен, что Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем даже я ее представлял. Ее не смогли нагнуть ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, они дают невозможность сказать, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет. По вашему мнению, все-таки санкции больше по кому-нибудь, по России или по Европе? Вы как-то здесь не сможете оценивать. Сейчас, конечно, по России. Это же очевидно всем. Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину. Это будет колоссальная ошибка и для нас, и, может быть, тем политикам, которые в мире поставили на ставку, на свержение режима Путина. Им придется давить на газ, когда я понимаю у них другого, скажем так, ответа. Перед своими избирателями нет потенциала для смены режима. Никакого. Оппозиция предпочла красивые виды европейские и все остальное. Они называют крупных предпринимателей частью олигархов. Ну, я уже говорил, то есть ждать, что Михаил Маратович Фридман или этот самый Авин Ходорковский возьмут оружие и тот, как на танках прорвутся в этот самый Брянск, ну, тоже вряд ли, ну, те люди, те люди. Продолжение следует...